кино формирует историю история формирует память так завершил сегодня свою оскаровскую речь украинский режиссер мстислав чернов он сегодня ночью по нашему времени ночью получил первый в истории украины оскар поэтому сегодняшний выпуск будет немножко киношным посвященный фильмом будет у нас и конечно же 20 дней в мариуполе и опенгеймер и как ни странно помните такой возможный фильм кабельщик с джимом керри его мы тоже будем вспоминать хотя у своего оскара и не дождался но кабельщик просто объявился новый расскажу чуть позже подробности итак а с чего собственно начал мстислав чернов свою речь сказал я наверное первый вообще в истории на этой сцене человек он получал оскар за фильм 20 дней мариуполе я первый в истории человек который говорит что я бы лучше хотел чтобы этой награды не было чтобы я ее не получил чтобы я не смог снять этот фильм лучше бы я не смог снять этот фильм я бы хотел чтобы россия никогда не нападала на украину никогда не оккупировала наши города я бы отдал эту награду за то чтобы россия не убивала десятки тысяч моих соотечественников, украинцев, чтобы освободило всех украинских пленных, военных и гражданских. И вот только после этого уже он сказал, что историю он исправить не может. Не может ее исправить. Но нужно сделать так, чтобы победила правда. А для этого и нужны фильмы. Потому что фильмы эту самую историю и формируют. Но я уже говорил вам вчера во время стрима, что сам я такой фильм смотреть не могу пока. Нет у меня душевных сил. Мы видели тысячи кадров. Тысячи кадров из Мариуполя. А еще у меня есть уже тут сотни знакомых людей, которые я встретил на улицах, которые были из Мариуполя. Ну, эвакуировались из Мариуполя и рассказывали мне, что там происходило. Поэтому для меня все это уже по ощущениям во многом, как будто я там был. Зачем мне это кино? Мы не смотрим документальные фильмы о тех событиях, где мы сами были почти. Или участниками, или почти участниками. Но в любом случае, это хорошо для Украины. Конечно, это хорошо для Украины то, что Академия, как она там называется, киноакадемия американская, именно фильм «20 дней в Мариуполе» наградила Оскаром. Это лишний раз напомнит о том, кто убил Мариуполь. Что Мариуполь убили россияне. Что россияне устроили настоящий геноцид варварский абсолютно. Что они разрушили этот город. И никакие потом сраные выставечки, которые российские посольства проводят в Италиях, или пытаются проводить, уже не исправят этой правды. Никогда. Мы должны постоянно напоминать об этом, чтобы все знали, что Мариуполь должен вернуться в Украину, а Россия должна заплатить самую высокую цену. Каждый убийца должен быть наказан. Каждый дом должен быть восстановлен. Ну, то, что возможно вообще восстановить, вряд ли. Мы восстановим многие из этих домов. Вот такая тяжелая история про 20 дней в Мариуполе. Заметьте, что Мстислав Чернов и вся его команда вышли на сцену в черном. Люди в черном. Тоже помните, был такой фильм. Но я предупреждал, что сегодня выпуск будет как будто о кино. И что я в этот момент подумал? Вот они вышли в черном на награждение Оскаром. Женщины были в черных платьях, мужчины в черных костюмах и черных рубашках. А помните год назад? Помните? А я вот помню. Память у меня хорошая. Я не злопамятный. Просто зло и память у меня хорошая. Год назад был такой мини-скандал, что ли, когда награждали за фильм Навальный его родных и его команду. И они все вышли в разноцветных желтых платьях, каких-то голубых и так далее. И одна сторона, критикующая, говорила, ну как они могли в таких радостных коктейльных платьях, так сказать, в вечерних прийти, получать награду за фильм о человеке, который прямо сейчас под пытками сидит в тюрьме. А другие говорили, не, 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 ну поймите, протокол так положено. Это дресс-код по-другому нельзя. Оказывается, можно. Оказывается, можно. Оказывается, можно. И когда я смотрел этот отрывок из церемонии, когда награждали наш фильм «20 дней в Мариуполе», единственный раз, когда мне резануло, когда вот эти женщины, которые на сцене, которые награждали и приглашали нашу съемочную группу, они улыбались. Улыбались. Мы награждаем фильм «20 дней в Мариуполе». Мне вспомнились стихи Вознесенского про смерть Мерлин Монро. Как страшно вспомнить во Франц-Обсервере свой снимок с мордой самоуверенной на обороте у мертвой Мерлин. Не к месту, мне кажется, были эти улыбки. А вот черные люди в черном были вполне себе к месту. И слова, которые они сказали, более чем к месту. Ну, кстати, самого Навального вспоминали. Вспоминали на церемонии Оскара. Потому что в прошлом году его наградили. Показали отрывок из этого. Не его, конечно, а фильм о нем. Показали отрывок из этого фильма. И вспомнили его в разделе таком странном. Как бы представители кинематографа, ушедшие из жизни за прошлый год. Ну, так себе, конечно, Навальный представитель был кинематографом. Но вот никто не забыт, ничто не забыто. Его тоже вспоминали на этой церемонии. Ну, а на контрасте в России просто своя собственная реальность. Россия превращается в Северную Корею. Прям паровоз вперед летит в коммунная остановка. Другого нет у нас пути. В руках у нас винтовка. В России свой Оскар совершенно. Значит, российские новостные каналы, все эти первые, вторые, третьи, восьмые, НТВ и так далее, ни о каком Оскаре вообще не упомянули. То есть, нет никакого, дескать, Оскара. Ну, как можно рассказывать про Оскар, где показывали отрывки фильма про Навального и вручали награду за фильм об уничтоженном россиянами Мариуполе. Поэтому там вместо этого рассказывали о том, какие совершенно большие успехи ожидают фильм «Переведи меня через Майдан» и «Десять дней до весны». Как раз-таки о событиях в Украине в 2014 году. То есть, понимаете, тут «Двадцать дней в Мариуполе», там «Десять дней до весны». Вот такие фильмы, они сегодня прямо анонсировали пропагандистские сериалы, которые выйдут в Россию вот-вот. Прощались также со Светланой Моргуновой, какой-то ведущей. Честно говоря, я ее не помню, поэтому не знаю, кто такая. И рассказывали о поездке гостей Всемирного фестиваля молодежи с экскурсией в город Грозный. И все это вместо того, чтобы рассказать честно. Что мне это напомнило? Признаюсь, Северная Корея однажды вышла на Чемпионат мира по футболу. В каком году это было? Уже не вспомню. Может, в десятом. В общем, Северная Корея уже на моей памяти участвовала в Чемпионате мира по футболу. И в самой Северной Корее не показывали чемпионат, а просто рассказывали про каждый матч, что Северная Корея его выиграла. Просто в каждом матче. Да, сегодня все победила Северная Корея. Она все свои матчи проиграла, но рассказы были о том, что она все свои матчи выиграла. Вот я думаю, что не удивлюсь, если завтра выяснится, что фильм «Десять дней до весны» или «Переведи меня через Майдан» в России тоже получил премию Американской киноакадемии «Оскар». Ну, а что ж тут удивляться? Северная Корея, она и в России. В Северной Корее. У них свой «Оскар» у россиян, а у нас тут свой. Вчера на стриме, я вам очень хочу сказать большое спасибо, 380 тысяч подписчиков, юбилей, 380 тысяч подписчиков. Но жизнь не стоит на месте, и вот уже 381, по-моему, или вот-вот будет, или уже наступила. Поэтому предлагаю влиться в 382 тысячу подписчиков, тем, кто еще не подписан. Теперь мы будем быстрыми шагами двигаться к 400 тысячам, потому что бы мне, чтобы сделать мне приятно на душе. Подпишитесь, пожалуйста, прямо сейчас на канал «Штюльман». Внизу подпишись или же сабскрайб, что-нибудь такое нажмите. Лайки тоже надо ставить «Да». Ну, конечно, надо ставить лайки. Надо ставить лайки. Тем более, что следующая новость, пришедшая нам из Германии, явно вдохновлена вчерашним стримом на канале «Штюльман». Надеюсь, вы помните все, что мы высказали о Папе Римском, и в Германии на это обратили внимание. В Бундестаге возмутились с заявлением Папы Римского о белом флаге. Видимо, вот послушали. Что значит, ну как, послушали и развили, развили наши теории, развили наши мысли. То есть немецкие депутаты Бундестага пошли гораздо дальше, чем даже мы с вами в наших осуждениях в адрес Папы Римского. Казалось бы, мы сказали, ну все возможные гадости про Папу, которые только можно придумать за его предложение украинцам выкинуть белый флаг, сдаться на милость победителям. Ну, фактически, кстати, я подумал, ведь это фактически, он призывает нас совершить самоубийство, да? А это разве не грех в христианстве самоубийства? А по-примски предлагает украинцам всем коллективно совершить самоубийство. Россияне, как известно, официально заявляли, что убьют каждого украинца, как только оккупируют территорию Украины. Ну вот депутаты от немецкой правительственной коалиции Марии Агнес Штрак-Циммерман и Катрин Герин Кэккорды, нет, я не стебусь, это настоящие их имена, раскритиковали заявление Папы Римского Франциска, что надо, значит, вот это иметь там отвагу белого флага. Вот что они говорят. Прежде чем украинские жертвы поднимут белый флаг, Папа Римский должен громко и безошлибочно призвать жестоких российских преступников снять свой пиратский флаг, символ смерти и сатаны. Символ смерти и сатаны. Вот так интересно в немецком парламенте описывают флаг Российской Федерации. У них там, по-моему, аквафрешат цвета, да, белый, синий и красный, да. Вот это символ смерти и сатаны. Ну хорошо, предположим, красный сатана, белый смерть, ну саван. А синий-то тогда что? А, синий, синий это медведев. Я понял. Символ смерти, сатаны и медведева. Синий, медведев, белая, смерть, красный, сатана. Но они не упомянули. Синий, видимо, не политкорректность считалась. И почему во имя Бога продолжают они? Он, Папа Римский, не осуждает словесное подстригательство к убийству со стороны Гундяева, главы Русской Православной Церкви и бывшего агента КГБ по отношению к украинскому народу. Но, как видите, про это мы с вами не подумали, что, оказывается, Папа Римский должен был Гундяеву еще сказать, что, дескать, ты не это самое, того, не раз того. К штрафу Циммерман идет дальше. Она говорит, как католичке стыдно, что он воздерживается от этого. Ведь именно Путин может немедленно прекратить войну и страдания, а не Украина. Тот, кто требует, чтобы Украина просто сдалась, отдает агрессору то, что он незаконно отобрал, таким образом соглашается на уничтожение Украины. Уничтожение. Именно. Они, россияне, теперь уже не отмажутся никогда, потому что они в ООН официально заявили, мы будем уничтожать Украину город за городом. Наш Медведев официально заявил, мы будем убивать каждого украинца. Каждого, каждого, каждого. И теперь любые предложения совершить нам переговоры, пойти на компромисс, означают самоубийство. Страшный грех во Христе. Ну, дальше там еще были заявления, похожие, со стороны Сикорского, министра иностранных дел Польши. Ну, он сказал проще, весьма земно, не божественно. Он сказал, что следовало Папе Римскому обратиться с призывом к президенту России о выводе оккупационных войск из Украины. Ну, мы тоже это одобрям, естественно, на 100%. Ну, и дальше там уже разные политики прошагали со своими выступлениями. Президент Зеленский, кстати, в том числе, жестко высказался о Папе Римском. Пришло и его время. Ну, и Путин. Путин, наоборот, таки ответил, похоже, тоже Папе Римскому. Понятно, что он не напрямую. Он же не может сказать, папа, все нормально, вы выполнили задачу, гонорар лежит в 18-м ящике Банка Ватикана. Нет, он не так сказал. Он сказал совершенно по-другому, хотя он имел в виду именно это, что, товарищ Папа, задача выполнена. Кстати, интересно, когда эта немецкая депутатка или депутатша, или депутатонька, депутатонька-бундестагонька, когда она сказала, что Кирилл Гундяев был агентом КГБ, она, значит, это точно знает, она же депутат, она же не может просто так это говорить. Она что-нибудь намекала про Папу Римского, возможно, тоже. Я не знаю, вполне допускаю такое тоже. Вот Путин, что говорит Путин? Россия, говорит Путин, это страна, которая напрямую управляется ботом. А, не, не ботом, богом. Ой, простите, перепутал, господи. Простите, ну, бывает, и на старуху бывает проруха, это я не по себя, это я про Путина, конечно. Россия – это страна, которая напрямую управляется богом. О, как. То есть, на что он намекает? Значит, что Папа Римский, он напрямую с богом разговаривает, Россия напрямую богом управляется. То есть, Папа, у нас с тобой одна крыша. А раз мы под одной крышей ходим, то нам как бы нужно одни отмазки лепить, правильно? Путина на одной фене ботать, как говорится. Мы с Папой ботаем по одной фене, потому что у нас общее начальство. И начальство там наверху сидит и все видит. Россия – это страна, которая напрямую управляется богом, сказал Путин. Он, честно говоря, процитировал кого-то, но я не понял, кого. Дальше мы продолжим. Значит, Россия – это страна, которая напрямую управляется богом, потому что иначе непонятно, как она вообще до сих пор существует. И дальше Путин говорит нечеловеческим голосом. С первой частью я согласен. То есть, он согласен с тем, что Россия – страна, которая напрямую справляется богом. А, может, он имеет в виду, что он и есть бог. Я есть. Потому что я истинный апостол, и я несу им свое мщение. Помните, как сказал, но это же не зря мы сегодня про Оскара заговорили, в фильме «Криминальное чтиво», персонажа Самуэля Эль Джексона, перед тем, как пристрелить этого человека, который жевал еду из гавайской забегаловки, он сказал, что потому что я есть истинный апостол. И вот Путин говорит, я, собственно, и есть бог, раз Россия – это страна, которая напрямую управляется мной. Да. Но дальше он говорит, я согласен только с первой частью. А вторая часть какая? Потому что иначе непонятно, как она вообще до сих пор существует. А вот мы согласны только со второй частью этого высказывания. Мы согласны только со второй частью. У нас тут вот наша простая разница. Товарищ Папа, у нас на переговорах будет одно противоречие. Путин будет говорить, что его страна управляется богом, а мы будем говорить, непонятно, как она вообще до сих пор существует, почему и на каком основании. И это надо бы исправить. Нет сегодня основания у Российской Федерации существовать. Нет такого закона небожего, не человеческого, чтобы Российская Федерация до сих пор существовала. И я это сегодня, кстати, ниже обязательно объясню. Ну, мы уже много делаем для того, чтобы Россия перестала существовать. Ну, вот за последние сутки, двое, что мы успели? Ну, может быть, немного, но кое-что можем, то делаем. Например, в Петербурге сгорело Горелого. Символично, правильно? Горелого сгорело. Производственная зона рядом с аэропортом. Там большой пожар был вчера в Петербурге. Там какие-то эти, я так понимаю, что там горело-то, я не понял. Лучше какие-то цистерны с чем-то таким горюче-смазочным. Крупный пожар, столб дыма виден в различных частях города. Да, горит ангар на Волхонском шоссе. Известно о двух пострадавших. Их госпитализировали. На Санкт-Петербург летели три беспилотника. Два были сбиты над Новгородской областью, а один долетел до Ленинградской области. Предположительно, объектом атаки стало крупное нефтяное предприятие. Да. В результате этого закрывали в России, в Петербурге, аэропорт Пулково, потому что план ковер-самолет был введен в связи с этим. То есть, хочешь лети на ковре прямо, а самолеты больше не летают. Потому что мы беспилотниками вчера Ленинградская область смогли немножечко удивить, поразить. Дальше. Опубликовали фотографии повреждений завода в Таганроге. То есть, все действительно оказалось враньем российской истории о том, что они якобы сбили все беспилотники, которые мы на прошлой неделе направили на Таганрог. Сбили, но не всем. Повреждения есть. Есть спутниковые снимки. К сожалению, тот единственный снимок, который я видел, на нем нет поврежденных самолетов. Напомню, бомбили мы в Таганроге авиаремонтный завод. И был рассказ о том, что якобы мы добили А-50, который там стоял на ремонте поврежденный. Вы знаете, ну в кадре его нет. То есть, там в кадре три самолета, они все целы. Повреждения каких-то ангаров. Хотя, может быть, в ангаре был А-50. Вот это я не учитываю. Потому что есть какой-то ангар закрытый, и они А-50 могли прятать, россияне. И вот этот ангар, может, мы его специально и бомбили, этот ангар за А-50. В общем, повреждения там достаточно очевидны. Хотя сказать, что они прям огромные, я, к сожалению, не могу. Отдельно сам загорелся после сильного взрыва газопровод в Ханты-Мансийском округе. Почему загорелся? Ну не знаю. Сам загорелся. Просто ходил, раньше он качал газ, а потом решил немножко посвятить людям. И посвятил свое существование людям. Отдельно от этого, но это я все рассказываю, как мы все-таки делаем так, чтобы вот это недоразумение под названием Российская Федерация, которое непонятно, как до сих пор существует, чтобы она все-таки немедленно прекратила. Нефтебаза в Курске тоже горит. Там беспилотник попал в топливную емкость, и это признали даже россияне. Даже губернатор Курской области прямо признал это попадание. 920 российских военных. Обезврежено в Украине, то есть убито и ранено. 8 танков, 24 БТР, 33 артиллерийских орудия, 74 грузовика. Это как-то большая такая цифра, выбивающаяся из обычного что ли ряда. Видать, куда-то они там, россияне, ехали, но слава богу, никуда там эти россияне не доехали. Но, к сожалению, долетели сегодня ночью, к сожалению, россияне долетели. Мы гордимся нашими успехами, но у россиян тоже получается. На Додесской области ночью защитники сбили 10 шахедов, но есть попадание в инфраструктурный объект. Заходили из Черного моря, сложными маневрами беспилотники идут между жилыми домами, поэтому сложнее стрелять. Но наши же из пулеметов их сбивают, сложно стрелять, ты же не будешь по домам стрелять по жилым, правильно? Вот, поэтому 10 штук сбили, но не удалось избежать попаданий, сообщило наше командование. Возник пожар на этом инфраструктурном объекте. Также они попали в зерновой какой-то, я не знаю, как это называется, терминал или что-то, в Днепровской области. А также три попадания рядом с административными зданиями в Харькове при помощи вот этих самых шахедов в Слободском районе. Три попадания шахедов рядом с административными зданиями. Так что террор им удается. Напомню, я вчера вам рассказал, в чем цель, хотя, возможно, я рассказал не в нашем эфире, поэтому должен сейчас это пояснить, в чем цель сейчас массированных таких ударов по Одессе. Как мне кажется, это мое субъективное мнение. Путин выбешивает то, что мы спокойно поставляем зерно и другую сельхозпродукцию на мировые рынки через Черное море. Ведь раньше он думал, что он запер нас полностью, запер нас в Черном море и ничего нельзя сделать. Когда они по-пиратски напали на наш гражданский корабль, он был не украинский, но неважно, ушел из украинского порта, помните, высадили вертолет и так далее, все такие лихие, то мы просто беспилотничком жахнули по их танкеру, чтобы показать, что мы тоже могем, и что их танкеры – это наша легитимная военная цель сегодняшнего дня. Они успокоились немного, поэтому наши корабли спокойно, ну сюда гражданские, спокойно ходят туда-сюда и возят гражданские грузы. Россиянам это очень не нравится, их это просто выбешивает. Они хотели подзаработать на зернишке, но не получается. Они хотели разорить нас, а у них не выходит. Они хотели уморить голодом. Помните, они угрожали? Уморить голодом 350 миллионов человек. Они говорили, из-за того, что Украина сопротивляется, украинское зерно не идет на мировой рынок, 350 миллионов человек теперь умрут от голода. Поэтому должна Украина капитулировать. Украина вместо этого потопила, к черту, этот сраный черноморский флот. И вот они сейчас устраивают в Одессе, вот эти бомбардировки в Одессе, потом они просят своего султана Сулеймана Ибн, господи, Ибн Эрдогана, обратиться к Украине с просьбой провести переговоры по поводу зерновой сделки. Вот шишем с маслом. Масло наше, подсолнечное. Не беспокойтесь, мы по-прежнему мировые лидеры по экспорту подсолнечных. А нашего шиша с подсолнечным маслом в адрес Российской Федерации только что был указан. И путь они знают, так же, как они знают путь для любого русского военного корабля. Они настолько уже знают путь русских военных кораблей, что вчера россияне отправили в отставку главкома военно-морских сил Российской Федерации. И об этом сообщили уже какие-то, пусть, конечно, не сам Шойгу, потому что он ничего не сообщает, у него свои дела, а газета российская, газета «Известия», ну, государство. Да, они сказали, что новым главнокомандующим станет некто Моисеев, а в отставку уходит некто Евменов. Нам, честно говоря, Евменов, Моисеев нам по барабану. Нам важно одно. Вот этот хрен, Евмесеев, Евменов, он командовал флотом с 2019 года. Казалось бы, ну, командует до пенсии, как в России положено. До 90 лет, в принципе, можно командовать флотом, как нечего делать. Ну, или даже до 100, как Путин собирается управлять Российской Федерацией. Но нет, отправили в отставку, когда увидели, что флот-то постепенно тонет, и вот-вот уже нечем будет командовать. Так что, удивительно для россиян, что они решаются на такое изменение. Да. Вот то, что у России, в принципе, есть флот, это действительно наша недоработка. То есть, даже как то, что есть Российская Федерация, что она до сих пор существует, это недоразумение. Значит, мы еще пока весь мир плохо поработал. А вот то, что у России есть флот, даже в Черном море, это уже недоработка, чисто наша, украинская. Пока вы ставите лайки и подписывайтесь на канал Шриттельман, я перехожу к следующему призу Оскара, нашего сегодняшнего, оскароносного выпуска Шриттельман за сегодня, от 11 марта. Фильм Оппенгеймер получил 7 Оскаров за лучший фильм, за главную мужскую роль, за мужскую роль второго плана Дауни-младший получил, за режиссуру Нолан получил, я уже сказал, или нет, не помню, за звук, монтаж и что-то еще. Оппенгеймер, знаете, про что? Про создателя атомной бомбы. И поднимает он, собственно, вопрос этичности вот этой атомной бомбы. Сколько людей из-за нее погибнет, не погибнет, надо ее создавать, не надо ее создавать. Вот если мы ее создадим, то, что с этим будет дальше, это является предметом обсуждения в течение трех часов создания этой самой атомной бомбы. Как нельзя вовремя получил Оппенгеймер эти 7 Оскаров, потому что вопрос этот снова неожиданно совершенно. встал, извините за выражение, но я хотел сказать всплыл, хотя всплыл, вы подумайте про Черноморский флот. В общем, поднялся, взлетел, раскрылся, завонял снова. CNN сообщила нам, что оказывается в 2022 году Соединенные Штаты Америки готовились к ядерному удару России по Украине. Итак, Соединенные Штаты в конце 2022 года, это когда мы брали Херсон, уже освобождали, они разрабатывали план действий на случай возможного ядерного удара России по Украине. Москву предупредили о возможных последствиях такого удара. К давлению на Кремль были подключены союзники Вашингтона, Индия и Китай. Ничего себе, вот CNN, когда надо, у них Китай союзник, когда не надо, это враг. Журналисты ссылаются на анонимные источники в Белом доме. По их данным, в Вашингтоне были уверены, что после отступления с Херсоном Москва будет готова применить в Украине тактическое ядерное оружие. Летом осенью 2022 года Совет Безопасности США провел несколько заседаний с обсуждением ситуации. Вашингтон не обладал информацией о подготовке к атаке стратегических ядерных сил, однако использование тактического оружия могло быть подготовлено в условиях секретности. Значит, да, что тогда сопровождало всю эту историю? Помните Шойгу? Может, вы уже не помните, то я все помню. Я все помню. Тогда Шойгу обзвонил несколько министров, просто компостировал каждому мозг министров обороны. Он звонил министр обороны Великобритании, США, Турции, остальные страны я даже название вспомнить не могу. И каждому втулял в мозг одно и то же. Вы знаете, Украина собирается применить грязную бомбу с использованием радиоактивных отходов. Все такие, кто позвонил? У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Шойгу. Что вам надо? Мармелады. Пудов это к 5 или 6, больше ему не съесть. Килотон это к 5 или 6, больше ему не съесть. В общем, Шойгу звонил прям реально с этой ерундой целыми днями всем. Об этом официально сообщали российские СМИ, что Шойгу обзванивает всех с этой чушью, что Украина тут какую-то грязную бомбу готовит. И американцы это восприняли так, что, мол, Россия собирается применить тактическое аэрное оружие, а всем сказать, что это не мы, это Украина сама у себя на территории взорвала грязную бомбу. Вот какая-то такая была история. В результате, как вы помните, россияне вместо того, чтобы использовать аэрное оружие, взорвали Каховскую дамбу, убили множество людей, животных, снесли целые села в Украине, устроили экологическую катастрофу неимоверного совершенно размера, а для Европы, наверное, крупнейшую после Второй мировой войны экологическую катастрофу устроили россияне на Херсонщине. Но после того, как СНН всю вот эту историю нам рассказал, я, может быть, прошел бы мимо, если бы не продолжение из Нью-Йорк Таймса. И Нью-Йорк Таймсу стало известно, что оказывается Соединенные Штаты вот на этот ядерный удар готовили безъядерный ответ. Администрация президента США в конце 22-го года, согласно дал нам Нью-Йорк Таймс, со ссылкой на, видимо, те же анонимные американские источники, чиновники в Белом Доме. Создала рабочие группы для разработки плана действий в ответ на возможное применение России ядерного оружия в Украине. Но этот ответ должен был быть не ядерным. По информации издатель. В Белом Доме считали, что ответ США на эту угрозу должен быть не ядерным. А вот теперь внимание, внимание, сейчас сосредоточьтесь. Наберите побольше воздуха, потому что в легкие. Потому что вы сейчас будете орать от бешенства просто, да, и материться будете. Впрочем, отметили эти чиновники, что это должна была быть ответ вот этот. Какая-то драматическая реакция. Драматическая. Возможно, возможно, даже конвенционная, то есть не ядерная, атака на подразделения, которые запустили ядерное оружие. Это все, что они готовили? Это вы называете драматическое? Да в фильме Кристофера Нолана Оппенгеймер драматизма больше, чем вот в этих словах. То есть, если бы Россия применила в 22-м году против нас ядерное оружие, ну, а значит, видимо, и в будущем так, то все, что сделали бы американцы, они бы не ударили ни по флотам России, как мы рассчитывали, помните, как говорил, кстати, Остин, что-то похожее, да, там не помню было, ни по Москве не нанесли бы ядерный удар, ни по Петербургу, нигде, нет, они бы не по Балтийскому флоту в Кронштадте, не по Тихоокеанску, не по Новороссийску, они бы ударили, возможно, возможно, обычным оружием, не ядерным, а обычным оружием по подразделениям, которые запустили ядерное оружие. То есть, откуда-то из Сибири, теперь мне становятся ясные заявления Маргариты Симоненко, помните, про что она говорила, над Сибирью взорвать атомную бомбу? Понимаете, про что это было? Они собирались из Сибири откуда-то выстрелить по Украине своим ядерным оружием. После этого американцы на что могли решиться? Ах, ударить по какой-то дыре в Сибири, где сидит 40 прапорщиков. И это все, это весь ответ Америки, да еще и не ядерным оружием, а обычным. То есть, только убить 40 прапорщиков и все. Это ответ? Это ответ ядерной сверхдержавы на ядерную войну, на начало ядерной войны обычными ракетами ударить по Сибири? А может, лучше санкции было ввести? Что вы так? Ввели бы просто санкции против Сибири. Лучше против того поселка в Сибири, из которого ударили ядерным оружием. Против шахты, в которой стояла та ракета, которой выстрелили по Украине. Может, надо было ввести санкции против кнопки, которую нажали? Не, ну так ведь, правильно, ну а что? Они же ввели санкции против руководства колонии, где убили Навального. Чтобы оно, не дай бог, не приехало на экскурсию пройтись по Лондон-Бридж. Ну, это британцы такие санкции ввели. Нет, серьезно, это собирается? Такой ответ, это их ответ. А они вообще читали договор о нераспространении ядерного оружия? Мне интересно, в Америке читали договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 года, на основании которого Украина не имеет сегодня ядерного оружия? Там написано, что они обязаны остановить агрессию России, как только она словами угрожает, словами угрожает применить ядерное оружие против Украины. Словами, не на деле. На деле они должны стереть с лица земли эту Российскую Федерацию. Вот именно, осуществить мечту Путина, чтобы обе половины фразы работали и Россия управляется Богом, потому что она вся на небесах, и непонятно, как такое недоразумение существует и действительно не существует. В общем, вот честно, все, что здесь написано, все, что в этом Нью-Йорк Таймсе я имею в виду. Значит, причем дальше говорится так, в администрации президента Байдена были убеждены, что в противном случае, то есть, если они, не дай бог, не накажут строго того, кто нажал кнопку в Сибири, они рискуют поощрить не только российского диктатора Путина, но и другого, любого авторитарного лидера с ядерным арсеналом, большим или малым, говорит с публикацией. По данным Нью-Йорк Таймс, некоторые считали, что публичное предупреждение России о том, что Украина якобы готовится использовать грязную бомбу, были поводом для превентивного ядерного удара. Военные игры в Пентагоне, аналитических центрах вокруг Вашингтона представляли, что использовать Путина тактическую оружие, возможно, с последующей угрозой взорвать еще больше, может произойти при различных обстоятельствах. Обстоятельства. Обстоятельства у них различные. Но они не остановились. Значит, Бернс, конкретно Бернс, директор ЦРУ, вызвал себе Нарышкина и сказал, что не дай бог, иначе мы введем санкции против того, кто на кнопку будет нажимать. Ну, я шучу сейчас. Ну, в общем, он сказал, что алло, так нельзя. И Нарышкин поклялся, что он понял, что Путин не намерен использовать ядерное оружие, рассказал директор ЦРУ. Поклялся Нарышкин на Конституции России, не знаю, положив руку себе на причиндалы, видимо, поклялся. Как он клялся Путину, как вы помните, и дрожал, что он признает ЛНР и ДНР. Нарышкин поклялся Бернсу на уставе ЦРУ. Поклялся. Типа яблоду Нарышкин. Договор о нераспространении ядерного оружия после таких вот новостей из Нью-Йорк Таймса и из СНН просто утрачивает любой смысл. Любой. В смысле, любая страна в мире, как выяснилось, должна знать, что единственный способ защититься от ядерного оружия другой страны это иметь свое ядерное оружие. Нет никакого договора больше о нераспространении ядерного оружия. Ведь там черным по белому написано, что вот остальные страны являются гарантами. Никакого Белопешского Маморанда просто являются гарантами всех безъядерных стран от ядерного нападения. А вот эта программа американцев, которой они готовили ее, она означает, что они не готовы нас защищать от ядерного нападения. Не готовы. Я не вижу ни одного шанса, чтобы после войны Украина не создала свое ядерное оружие. И я думаю, что Украина такая не одна. Нью-Йорк Таймс читаем не только мы. Нью-Йорк Таймс читают не только Иран, не только Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия, Аргентина. Они же читают Нью-Йорк Таймс. Египет читает Нью-Йорк Таймс. Египет знает, что если на него нападут при помощи ядерного оружия, ему нужно тоже иметь ядерное оружие, по-другому его никто не защитит. Угроза ядерным оружием была против Литвы. Литва это понимает. В Литве говорили, что Вильнюс будет разбомблен ядерным оружием. Это заявляли россияне, российское политическое руководство. Литва должна обладать ядерным оружием, безусловно. Германия должна обладать ядерным оружием. Как она собирается защищаться? Тем, что американцы введут санкции против тех, кто ударит по Берлину и по Бильнюсу. Этимы совместными усилиями Евросоюз может создать ядерное оружие, общее для всех европейцев, и распространить его во все европейские страны. Чтобы в каждой европейской стране было ядерное оружие с возможностью уничтожить Россию в случае, если она решит применить ядерное оружие. Я не вижу других вариантов. Простите. Простите, что расстроил у вас. Ну не зря Эппенгеймер получил семь Оскаров. Не зря Эппенгеймер получил семь Оскаров. Моя искренняя вера состоит в том, что Оскары дают не только за прекрасный праздник искусства, но только в тот момент, когда это все для всех актуально. Когда весь мир заморочен на каких-нибудь сексуальных извращениях, то Оскар дают за красоту по-американски. Когда весь мир озабочен ядерной войной, то Оскар дают Эппенгеймеру. Тут по-другому не будет. И Мариуполю тоже. И сегодня мир болен ядерной войной, конечно. Поэтому семь Оскаров. Хотя странно, почему Титанику дали так давно Оскар. Должны были сейчас только дать, когда мы утопили российский флот. Сейчас самое время дать Оскару задним числом еще парочку. Титанику еще парочку Оскаров выделить задним числом. Задним я сейчас не про Киркорова, я в хорошем смысле. Ну хорошо, пока Америка не готова защитить нас от ядерного удара, некоторые страны Европы, Европа взяла на себя лидерство, очевидно, и продолжает нас вооружать, продолжает всерять нас надежду. Президент Чехии, который сначала нашел нам 800 тысяч снарядов, которые уже оплачены и уже едут на фронт, сделал еще и политическое теперь заявление. Присутствие иностранных войск в Украине не будет нарушать международные нормы. Следует помнить, что после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, которая по сути была агрессией, хотя и в меньших масштабах, чем сегодня, на территории Украины действовала тренировочная миссия НАТО, которая в свое время включала более 15 стран и насчитывала около тысячи человек. Поэтому войска НАТО будут, если войска НАТО будут осуществлять поддержку непосредственно на территории Украины, это не будет нарушать никаких международных норм, заявил Петер Павел в интервью чешскому телевидению. Ну что ж, чистая правда, мы-то с этим абсолютно согласны. Естественно, что Украина сама может решать, каким войскам здесь находиться. Если Украина захочет, а страны НАТО будут согласны ввести свои войска, то это личное дело Украины. Я уверен, что и после войны здесь, естественно, будут находиться натовские военные базы и в Севастополе и в Донецке. Мы будем держать много военных, чтобы противостоять новой российской агрессии. Вот Петер Павел первым заявил об этом прямо, что никаких тут юридических сомнений не существует. Это он все поддерживал выступление Макрона по поводу ввода войск западных на территорию. Вчера я пояснил, что я имел в виду Макрон, и Макрон, кстати, вчера подтвердил, что я пояснил, что он подтвердил, что я пояснил. Простите, вы поняли, о чем я. Лучше лайк поставьте, чем задумываться сейчас. Дальше. Берлин. Германия. Анна-Лена Бербок. Анна-Лена Бербок, министра иностранных дел Германии, поддержала предложение Дэвида Кэмерона предоставить Украине новые крылатые ракеты в рамках кругового обмена. Что такое круговой обмен? Что получилось? В чем дело? Это был бы вариант, и мы уже делали это некоторое время назад с другим вооружением, сказала она в интервью журналу Der Spiegel. Есть такой вариант, так как отказывается Шольц дать нам Таврус и боится, что мы будем бить по Москве, то Бербок и Кэмерон предлагают следующую схему. Германия передает Таврусы Великобритании, Великобритания принимает их на вооружение, а сама нам симметрично передает другие ракеты Storm Shadow. Так как Storm Shadow у Англии есть, но количество ограничено, они их все нам отдать не могут, иначе им будет нечем воевать, когда Путин на них нападет. Но если они получат 100 ракет, помните, немцы собирались 100 ракет нам дать, 100 ракет, например, 100 ракет Таурус получат они от Германии, они нам могут дать 100 ракет Storm Shadow. Стоимость ракет примерно одинаковая, в общем, почти все характеристики примерно одинаковые, кроме, к сожалению, двух вещей. Первая, дальнобойность у Тауруса выше, вторая, Таурус устроен так, что он сначала первым взрывом взрывает бетон, проникает внутрь и там взрывается изнутри. Именно поэтому Таурусами мы могли бы разрушить Крымский мост, а при помощи Storm Shadow мы этого сделать практически не можем. Но лучше так, чем никак, поэтому лучше мы получим 100 Storm Shadow, чем ничего. Вот такая рабочая стала схемка. Эта схемка, как многие пишут, уже применялась, когда отказывался точно так же Шольц поставлять нам танки Леопард, то он поставлял танки Леопард третьим странам, а эти третьи страны поставляли нам свои танки, ну еще так, советского производства, либо же какие-то бронемашины, а не танки. То есть схема такая применялась, она не новая, вот сейчас ее предложили распространить на Таурусы. Ф-16 приедут в июле, как сообщает New York Times, первые непонятно сколько штук, кто-то говорит шесть, кто-то двенадцать, то ли шесть самолетов, двенадцать летчиков, всего было обещано сорок пять, как мы помним, Ф-16, но возникла проблема, возникла проблема с обучением наших команд, наших летчиков. Самолеты есть, тренировочные базы есть, тренеры есть, но я так понимаю, проблема из тех, которые известны, это то, что английский язык, то есть оказалось, что слишком слабое знание английского языка у наших летчиков, они не могут просто справиться с английской техникой, техника-то не простая, она только по-английски ее загнает. Может им гугл-переводчик поставить, ну не летчикам, а нельзя бы в 16-е строить гугл-переводчик, чтобы он по-украински разговаривал. Я думаю, кстати, это было бы проще, чем обучить, но нам понадобится вот сейчас сорок пять самолетов, это сколько летчиков? Это сто летчиков, а если мы потом будем, у нас будет 200 самолетов, надо будет 400 летчиков, ну так помните, говорил наш спикер военно-воздушных силы ГНАШ, нам надо 200 F-16, 400 летчиков. Может один раз как-то, вот они построили штуковину, самую сложную в мире авиацию, да? Там каждый F-16 стоит хрен узнать, сколько денег, там десятки миллионов долларов, если не сотни. А как-то туда встроить гугл-переводчик, это никак? ЧАДЖИПИИ? Ну это не сложно, мне кажется. Или они боятся, что он не разберет слово Москва и перепутает крымский мост в мосту. Наш скажет, крымский мист. Мист. А он такой, мист, моск, мост, мост, Москва, Москва. Вот видимо, они боятся такого, да, что вместо крымского моста ракеты полетят по Москве. Но зря боятся, кстати. Решило бы всю проблему гораздо быстрее, и все были бы целы, кроме некоторых товарищей наших, которые нам вовсе не товарищи. В общем, первые 6-12 в июле вот из-за такой проблемы. Я думаю, что есть и вторая проблема, что наши летчики не могут в большом количестве взять и отвлечься от войны сейчас, прямо сейчас. Нам нужны летчики на войне, их не так много. Вчера погиб еще один наш летчик, к сожалению, в Донбассе. Официально об этом пришло сообщение. Еще Соединенные Штаты, которые застряли со своей помощью, как мы знаем, ну застряли, они сейчас пытаются японцев уговорить, поменять свои законы. И вот вышло сообщение в японской газете Юмиури, Юмиури, что США и Япония ищут способы увеличить поставки боеприпасов для Украины, обсуждают сотрудничество в военной сфере, и что для этого нужно ослабление ограничений Токио на военный экспорт. Дело в том, что после войны была принята такая пацифистская конституция Японии, которая не позволяет толком поставлять вооружение за границу. И вот прям предлагают американцы это дело поменять и разработать соглашение между Японией и США, чтобы Япония поставляла в США произведенную собой военную технику и боеприпасы. И подписать этот договор хотят 10 апреля в Вашингтоне, то есть ровно через месяц, когда будет встречаться премьер-министр Японии Кисида с президентом Байдена в Вашингтоне, они хотят подписать такой договор, который позволил бы поставлять артиллерийские снаряды из Японии в Штаты, ну а Штаты уже передавали бы нам. Но похоже, что для этого нам понадобится еще и финансовая, да, американская помощь, иначе как, на каком основании. Так, что еще у нас есть с вами? Еще у нас с вами есть Орбан. Орбан сдал с потрохами Трампа, рассказав, что Трамп не даст ни копейки больше Украине, когда придет к власти, что бы там Трамп нам не рассказывал, а вот Орбан его сдал. Хотя, может быть, все это вранье Орбана, я не знаю. Орбан слетал поздравить Трампа с 8 марта, с 8 марта прилетел действительно 8 марта, встречался с Трампом и сказал, что у Трампа есть достаточно детальные планы завершения войны в Украине и он не собирается выделять на борьбу с российской агрессией в Украине ни копейки. Цитирую, он имеет очень четкое видение, с которым трудно не согласиться. Он говорит следующее, во-первых, в Украине российской войне он не даст ни копейки, поэтому война закончится, потому что очевидно, что Украина не может стоять на собственных ногах. Если американцы не дадут денег и оружия вместе с европейцами, то война закончится. А если американцы не дадут денег, то европейцы сами по себе не способны финансировать эту войну и тогда война закончится. Дальше. Цитирую, я сейчас не Трампа прошу заметить, а Орбана. Если европейцы боятся русских или вообще хотят иметь высокую уровень безопасности, они должны за это платить или строить собственную армию, собственное оборудование или если они используют для этого американцев, то платить американцам цену, цену безопасности. Так что Трамп говорит прямо и четко. Что-то у меня такое ощущение, что Орбан стал большим Трампом, чем сам Трамп. Уже Трамп забыл про эту риторику, что ничего не даст, что Европа должна, а Орбан как-то ее раздул с новой силой и показал ху-ис-ху, где Ираки зимуют и кто где весна покажет. А ведь весна-то покажет. Выборы еще впереди, 5 ноября. Кто на них победит, мы не знаем. А если победит не Трамп, то что будет делать Орбан? И что будет с Венгрией после таких вот слов и таких поездочек? Очень интересный и спорный вопрос. Но хотя бы для нас теперь не спорный вопрос ку-ис-мистер Орбан. Это мы теперь знаем точно. Еще буквально пара новостей. Первое, это то, что в Израиле ООН выступила с докладом о том, что в Израиле хамасовцы применяли сексуальное насилие. Насиловали своих жертв, заложниц. Прямо массово это было явление. Описаны все случаи ООН уже. И вот посол Израиля выступил с интересной инициативой. Я читал в его телеграм-канале посол Израиля в Украине Михаил Бродский, что Украина посмотрев на это должна объявить хамас террористической организацией. И я здесь в Шетельман за сегодня предлагаю сделать ровно это. Признать Украине хамас террористической организацией. Раз Украина как ни странно этого до сих пор не сделала. Прямо предлагаю признать хамас террористической организацией. Если вы согласны с этим поставьте лайк. Что Украина должна признать хамас террористической организацией. И только после того как Украина признает хамас террористической организацией, то Украина должна обратиться к Израилю со встречным предложением. только пост со встречным предложением. Так как есть другой доклад ООН, где написано, что российская армия системно использует сексуальное насилие на оккупированных территориях в качестве пыток и так далее, то Израиль должен признать российскую армию террористической организацией. Я не вижу разницы между Хамасом и российской армией. Этой разницы не видит президент Байден. Этой разницы не видит глава Еврокомиссии. Хотелось бы, чтобы этой разницы не видел и Израиль. Тем более, сначала первый шаг, я настаиваю, должна сделать Украина. Хамас, террористы. Ну, а потом уже ждать ответного шага от Израиля. Россияне-террористы. Российская армия, террористическая организация. И она должна быть уничтожена. Вот такого встречного шага как-то ожидается. Ну, и последнее, что я вам обещал, последний фильм на сегодня, это кабельщик с Джимом Керри. Дело в том, что в Латвии, в Латвии, в дружественной нам стране, вчера арестовали телевизионного мастера, помогавшего настраивать заблокированные российские каналы. По данным местной полиции латвийской, мужчина, вот этот кабельщик, оказал подобные услуги 181 жителю Латвии. Заведено дело о занятии предпринимательством, в отношении которого действует специальный запрет. Силовики провели обыски у подозреваемого, изъяли оборудование для приема и передачи телевизионных сигналов. То есть кабельщик приходил к людям домой и настраивал им русские каналы в обход запрета. 181 человеку. Ну, я бы прошел мимо, конечно, этой новости. Это уж такой нонсенс, юмор, ха-ха. Если бы не фильм «Кабельщик» с Джимом Керри. Помните такой фильм ужасов? Полуужасов, полукомедию Джим Керри. Стив Ковач из-за проблем с девушкой Робин переезжает в новую квартиру. Чтобы настроить телевизор, он вызывает мастера. Им оказался кабельщик, который представился чипом Дугласа. Как раз тот самый Джим Керри. Он убирает все помехи и подружески, незаконно подключает Стивена к платным каналам. Между ними завязываются приятельские отношения, инициатором которого стал чип. В знак благодарности Стивен соглашается стать другом неординарного кабельщика. Однако впоследствии Стивен замечает, что проявление дружбы чипа становится очень странным, непредсказуемым и навязчивым. В определенный момент Стивен пытается разорвать отношения с чипом, но оскорбленный кабельщик, который был готов на все, ранее Стива заявляет, «Я могу быть твоим лучшим другом или самым страшным врагом». Кабельщик делает так, чтобы Стивена уволили с работы, посадили в тюрьму, но его пускают под залог. Последним злодеянием кабельщика является похищение возлюбленной Стивена, которую ранее сам кабельщик и примирил с ним. Кабельщик осознает, что его проблемы в отношениях с людьми это следствие того, что он все детство провел перед телевизором и не получал в любви родителей. Также он заключает, что телевидение – это зло, которое гипнотизирует людей, отвлекая их от реального мира и от своих родных и друзей. Чип сбрасывается с высоты на тарелку с антенной посредине, в надежде, что разрушит ее и лишит телевидения ближайшей территории, а сам умрет, потому что антенна его проткнет насквозь, но он падает рядом со штырем и остается жив. После этого Робин и Стивен сопровождают его в носилках к вертолету. Можно предположить, что отношения между ними налаживаются, и пара принимает чувство кабельщика, понимает, что все его злодеяния и странные поступки следствия самых благородных намерений. Вот так вот. Не имейте дела с такими странными кабельщиками. Вам потом придется с ними иметь дело до конца. Жители Латвии, берегитесь кабельщиков, которые настраивают вам российские каналы. Это для вас прокладывает дорогу в ад. Не делайте этого. Лучше подпишитесь на канал Шетельман. Пусть это будет единственным источником информации для вас. Подпишитесь, поставьте лайк. Вы смотрите Шетельман за сегодня. От 11 марта 2024 года.